И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик посвящен все тому же Гауссу, который у нас вышел позавчера. Вчера у меня был целый день времени, чтобы потестировать, чтобы посмотреть данное интересное вооружение. Здесь я для вас записал две определенные катки, плюс хотел бы в этом видеоролике рассказать все ответы на те вопросы, которые вы подзадавали на предыдущем видеоролике. Плюс вопросы, которые и у меня появлялись, связанные с данным новым устройством на Гаусс, которое у нас отключает расходку на 5 секунд противнику. И сегодня подготовил такой более обзорный видеоролик, где на фоне еще имеется две катки полноценных матчмейкинга в режиме TDM. К счастью или к сожалению всего лишь на одной карте, то есть это TDM на перекрестке и ЦПшечка. На перекрестке два форматика, но попались они у меня подряд на одной и той же карте. Я не выбирал, не катал тысячи миллион больших разных интересных типа карты, там собирал, чтобы было там нереально большое количество опыта. Две подряд каточки скатал. Получилось довольно-таки неплохо. И к счастью или к сожалению могу сказать то, что сейчас данное устройство реально очень прикольно смотрится. И единственная, наверное, радость моя в том, что оно является за донат, не за кристаллы. И это значит, что в матчмейкинге не будет большого количества таких нагибаторских вооружений и устройств. Хотя по сути вчера на стриме мы катали и были уже игроки, которые используют данное устройство и оно очень бесяче. Вот серьезно, то есть даже те самые 5 секунд, которые отключают вам расходку, если противник играет грамотно, он за эти 5 секунд может вас просто-напросто унести нарез. Давайте обо всем по порядку начнем с урона. Урон фиксится у нас при сводке. Я скажу, что это не такой большой минус для данного устройства, если многие думают, что типа, блин, да зачем мне это устройство, там нерфится урон, это значит, что я не смогу там кого-то ваншотить. Но по сути ничего не меняется, вы делаете сводку, сбиваете расходку и быстро простым выстрелом добиваете противника. При том раскладе то, что у вас сводка с данным устройством, после ее сведения перезарядка вот этого дополнительного простого выстрела становится быстрее. Это значит, что вы полноценно можете быстрее свестись, да, с более меньшим уроном, но вы отключаете расходку и плюс быстро добиваете сразу противника, он не успевает поражать эту расходку за 5 секунд. Соответственно, вы выигрываете время, соответственно, это устройство становится лучше Гаусса без устройства. Также, что касаемо отключения сплэш урона, многие говорят, что это нерф и то, что это даже хуже для самого Гаусса и для самой пушки. Я считаю, что это совсем по-другому работает и, по моему мнению, наоборот. Если у вас отключается сплэш урон, это получается у вас как будто в одном устройстве уже имеется еще одно устройство. Соответственно, у вас имеется уже как на грамме отключение сплэш урона. И в определенных моментах, когда вы сближаетесь максимально близко с противником и не имеете большого количества здоровья, к слову, то ли в этой катке, то ли в следующей таких пару-тройку моментов будет, где у меня 0 хп, и я сближаюсь с противником, и если бы у меня был бы сплэш урон, то я бы самого себя сливал и, соответственно, минусовал бы опыт. А так, по сути, данный сплэш урон не является большим без сводки на данной пушке, соответственно, он, по сути, вообще вам и не нужен. То есть, работает это только ради того, чтобы заработать, например, дополнительных каких-то там 5 очков за счет того, что там 2 противника будут стоять рядом, и вы играете, например, без устройства, вы там 5 опыта дополнительно заработаете. Ну, это, по сути, ерунда, потому что минусануть вы можете намного больше, и в большинстве случаев сближение с противником вам не наносит урона, соответственно, вы в этом плане только и только выигрываете. Что касаемо устройства полноценного я рассказал, что касаемо сводки я рассказал, что касаемо корпуса. Я записывал первый видеоролик на Викинге, у меня был там только Викинг, у меня не было никаких больших интересных нагибаторских вооружений, не было там ни дронов, ни расходки полноценной, да, и не было резистов. Сейчас я записал уже бои с резистами, с дроном, дрон, конечно же, защитник, я все попросил, мне все выдали, соответственно, расходочку тоже накинули, все сделали, все по красоточке, и данный Гаусс уже начал себя показывать совсем-совсем с другой стороны. Он начал работать уже как полноценное вооружение, которое можно на постоянной основе использовать. Да, я уже вчера, когда записывал видеоролик, полноценно сказал, что Гаусс с этим устройством реально может творить вещи, но с тем, что как бы устройство только за донат, это значит, что не будет его большого количества, и ваш исключительно выбор, донатить в него или нет. То есть, вы можете вообще не покупать ни XT скины, да, там никакие, вы можете просто купить устройство и уже полноценно на нем нагибать. Если у вас есть такая возможность, вы можете спокойным образом это сделать. Но я, но я, но я, со своей точки зрения могу сказать вам точно одно, это если бы у меня было бы такое устройство, то есть, если бы я бы его покупал за донат, то я бы отлично понимал то, что я его не везде смогу использовать, да, то есть, не на каждой карте, не на каждой форматке ты будешь зарабатывать нереально большое количество опыта. Бывают моменты, когда тебе реально не везет, или у тебя есть в команде другие пушки, да, по типу, там, той же Жиги, того же Пулика, да, которые могут зарабатывать еще больше опыта за счет того, что сейчас в балансе данные пушки находятся в более лучшей форме. Хотя, по сути, как доказала вот именно эта катка, мы уже перешли на перекресток в режиме ЦП, здесь у нас играл один эгибатор, который сейчас выиграл в последнем мишлоном чемпионате Серебро. Он играл на Хоре Жиги, я играл на Хоре Гауссе, не знаю, что у него там было по дроном, но не суть важно, он играл на Хоре Жиги, я на Хоре Гауссе сумел набрать больше, соответственно, по балансу, значит, уже можно сказать, что, как бы, Гаусс примерно в балансе таком же, как Жига находится. Понятное дело, что пулемет в последнее время является намного круче, но баланс имеется, сбивает расходку, бесит нереальнейше жестко противника, и, соответственно, имеет смысл быть, берете, покупаете, нагибаете, и все у вас в этом плане получается. Также, забыл совсем сказать в предыдущем видеоролике, и вообще сам я не владел такой информацией, если я не ошибаюсь, на момент записи того видоса первого с данным устройством, то, что с выходом данного Гаусса у нас занерфился, можно так сказать, Хантера Овердрайв. Теперь, после того, как он вас стопит, кулдаун вашей расходки имеется тоже на 5 секунд. То есть, соответственно, так же, как и у Гаусса на сводке, Хантер теперь, ну, меньше, можно сказать, нагибает. Потому что, когда у вас был полный кулдаун, там, на 20, если не ошибаюсь, секунд, это было реально долго, это было реально долго, это реально было больно, и Хантер мог, например, вас просто взять, отключить и кинуть. Сейчас же, если у вас есть дроны, которые позволяют вам, например, как на защитнике или на бустере, прожать сразу два расходника после 5 секунд, то, по сути, он уже не так страшен. Поэтому, больше, если, например, сравнивать Хантер и сравнивать Гаусс, то можно больше акцентировать внимание, конечно же, на этом Гауссе, который может просто-напросто вам забивать расходку и потом, соответственно, быстро-быстро-быстро добивать. Что касаемо выбора корпуса, почему мой выбор уходит исключительно в пользу Харка, нежели в пользу того же Викинга? Да, на Викинге можно также эффективно использовать данное вооружение, можно с ним нагибать, можно его полноценно, интересно и выгодно использовать за счет того, что вы отключаете, например, расходку, там 2-3 танка падает на кулдаун, и вы в этот момент прожимаете овердрайв и за счет этого быстро нагибаете противника. Можно так делать, но в связи с тем, что у вас кулдаун расходки намного-намного медленнее, вернее, не кулдаун расходки, а именно заряд вашего овердрайва намного медленнее наполняется, нежели на Харке, эффективность данного Викинга будет намного меньше. То есть вы сможете закатку полноценных прожать, возможно, где-то 2-3 овердрайва, на Харке вы сможете прожать там 5-7. Соответственно, за это время вы сможете набить больше опыта, больше нагнуть противника и реализовать также свое вооружение намного-намного эффективнее. Также вы при прожатии овердрайва на Харке отключаете уже, по сути, расходку противнику, но при этом раскладе, то что вы делаете еще и быструю сводку, вы можете забирать дополнительные фраги, дополнительно быстро уничтожать противника, копить овер, но с овером любая пушка, которая как Гаусс, как Вулкан, как Жига, которая сейчас находится в балансе, тот же Молот, да, то есть у нас очень большое сейчас количество пушек находится в среднем нормальном балансе, которые на Харке просто спокойно разваливают, вы будете зарабатывать свой дополнительный опыт и максимально качественно и грамотно реализовывать свое вооружение без особых проблем. Поэтому, если сравнивать и вообще подводить итоги самого данного устройства, я уже как поиграв два дня могу на 100% сказать вам то, что это имба, это просто имбище. И самое, наверное, приятное для меня это то, что их не будет такое большое количество в игре. Не каждый будет донатить, не каждый будет вкладывать свои деньги, чтобы получить себе какое-то там нагибаторское устройство. Но если у вас есть возможность, если вы хотите, реально вам нравится эта пушка, вы думаете там покупать, не покупать, хотите, определенно оно того стоит. Потому что это, как сказал один нагибаторский человек, хочешь нагибать, покупаешь, нагибаешь. Все, все, просто тебе даже не надо ни о чем больше по сути думать. Ты взял, реализовал, нагнул, заработал. Провел офигенно просто свое время, потому что такие устройства меняют геймплей, меняют твое отношение к каким-то даже боям. Возможно, даже открывают их для вас как-то с другой стороны и придают какие-то дополнительные нагибаторские эмоции, за счет которых вы можете отлично провести время. Потому что если вы приходите в игру, понятное дело, что вы приходите для того, чтобы отлично провести время, а не просто там покатать, от нефиг делать там. Ну и, короче, делайте для своего удовольствия. И это устройство полноценно вам может дать то самое удовольствие. И вы можете отлично потроллить, пофаниться, понагибать и при этом всем раскладе заработать звезды, заработать опыт, заработать крисы и реализовать свое полноценное интересное вооружение. Поэтому, если вы думаете о данном устройстве и думаете, с чем его использовать на данный период времени, я вам говорю и гарантирую, что Харек, Дрон-Защитник, это идеально подходящее вооружение для данного интересного Гаусса с этим самым устройством. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Две полноценные катки, два первых места, отлично реализованный Гаусс на заднем фоне и вот такой вот рассказ по всему этому поводу. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну и если у вас на данный период времени имеются какие-то вопросы, связанные с данным Гауссом, то задавайте их под данный видеоролик в комментариях. Я по возможности отвечу на них прямо в комментариях, если же вопросов будет чересчур много или у вас появятся какие-то определенные мысли, которые можно будет рассказать дополнительно по данному интересному устройству. Потому что я считаю, что в плане геймплея и в плане интереса данное устройство очень крутое, да. Смазывает все это, конечно же, то, что оно является за донат, и поэтому у многих игроков, и у меня в частности, имеется такая, ну, негативная немножечко часть. То, что ты с чем-то не согласен, то есть ты думаешь, блин, так, хотите, чтобы, там, тебе надо купить за донат, чтобы нагибать, да, и все такое, и из-за этого уже какой-то негатив такой появляется. Но, если не акцентировать внимание на именно том, что разработчики хотят, чтобы ты вкладывал деньги и чтобы именно за донат ты мог нагибать, а акцентировать внимание исключительно на том, что появилось новое с интересным геймплеем устройство, то это все выглядит довольно-таки замечательно. Поэтому, если есть возможность, можете приобрести, купить, реализовать, покатать, потому что в матчмейкинге уже потихонечку, потихонечку данные устройства начинают появляться, и меня это, как ни странно, начинает уже потихо раздражать, когда такие нагибаторы начинают тебя просто жестко уносить нарез. Поэтому вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Как я уже сказал, понравилось, поставили лук, подписочку на канал оформили. Ну, а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.